Друзья, всем-всем большой привет! Сегодня у нас с вами на обзоре аромат от бренда Art Al Zaffaron. Кстати говоря, очень давно уже мы с вами не делали обзоры ни на Latafo, ни на Zaffaron. Надо исправляться, я поищу прям что-то, вот я сейчас действительно вспомнила, что Latafo не было очень давненько. Аромат называется Midnight Wood, заявлен он как унисекс. У меня немного помялась коробка, потому что на ней бедные лежало очень много парфюмов, и вот она под их тяжестью прогнулась. Вы не переживайте, вам придет в целости и сохранности. Смотрим, как открывается, да? Интересным таким подарочным образом. Внутри флакон... Ой-ой-ой, какой королевский! Посмотрите, поближе вам постараюсь показать, да, такая необычная крышка в виде короны у него. Давайте будем пробовать, что же нам там с вами внутри такое интересное ждет. Ут, значит, так подозреваю, что должна быть нота Уда, но не... Ой, вдохнула прям. Ой-ой-ой. Но это прям Уд. Мощный, причем не просто Уд, а это кожа. Вот оно! Но это действительно очень яркая, очень мощная, очень насыщенная такая кожа. С акцентами как будто бы сейчас будет неожиданное вкрапление такое жареные семечки. Но, скорее всего, вот этот вот акцент жареных семечек, это какие-то у нас специи дают. Ну и Уд, конечно, да. Уд, кожа и специи. Специи пока точно вам сказать какие не могу, но вот идет ассоциация, что кто-то семечки прям сильно пережарил. Восток-Восток, очень мощный, сразу же с первых секунд тяжелый, да, аромат сегодня у нас прям на любителя. Давайте смотреть пирамиду композиции и будем разбираться. Ну что, друзья, аромат у нас действительно сегодня не простой, не легкий. У меня, честно скажу, даже голова от него немножко пошла кругом. Что у нас здесь в нотах? Да, на старте бергамот, орегано, в сердце янтарь и ладан и в базе ут, пачули, кожа и сандал. Ну, сами все видите, мне, я думаю, не нужно ничего комментировать. Пока что, пока что из всех заявленных нот у нас здесь действительно проснулся Уд, причем Уд такой достаточно традиционный, да, к которому мы привыкли, который очень часто встречается в восточной парфюмерии. Плюс специи, плюс кожа. Но кожа здесь прям грубая, да, она прям такая тяжеловатая. Поэтому аромат вообще не для всех. Точно не для меня, но, возможно, кому-то из вас такие запахи нравятся. Поддержим его по традиции часа три. И, честно скажу, по опыту, не думаю, что как-то сильно изменится, потому что такие мощные ароматы на старте, как правило, такими же и остаются в течение всего раскрытия. Но все проверю и вернусь к вам, буду рассказывать. Ну что, друзья, у нас с вами прошло около трех часов. В общем-то, как я и предполагала, аромат не особо поменял свое звучание, как вот эти три ведущие акценты, да, вот кожа, ут и специи. И именно в такой последовательности, как вот они у нас заиграли в самом начале, так, собственно, они держатся до сих пор. Единственное, что я отметила, вот с моментом раскрытия аромат набирает свою силу и свою мощь. Он и так был нелегким, да, как только я его нанесла, но вот спустя 15 минут он прям начинает раскрываться, раскрываться, набирать свою какую-то интенсивность. И, наверное, вот спустя полтора часа он доходит до своего пика, и все, и вот фиксируется там. Я думаю, что стойкость у него будет прям запредельная, потому что спустя три часа он не потух ни на секунду. Шлейф у него заметный, он объемный, но у него есть такая особенность, он не разлетается на многие километры, да. Это вот скорее история, которая как дымкой такой вас окутывает, и вы как будто находитесь в таком ароматическом облачке. Если к вам кто-то близко подойдет, то тогда, конечно, аромат будет заметный. Но на каком-то супер большом расстоянии такого не случится. Здесь нет дымных нот, хотя у нас в составе и заявлен ладан. Ут здесь прям супер классический, но не присутствует в нем вот таких дымно-табачных каких-то акцентов, да. Чего-то подобного я не заметила. Кожа здесь, конечно, яркая, она здесь сильная, она прям смелая, и аромат, он действительно не для всех. Вообще у меня такое впечатление, что мы с вами что-то подобное уже пробовали, и пробовали не единожды, потому что, в общем-то, три вот этих вот акцента, они много где встречаются, да. Аромат прям классический, такой восточный, и нота кожи здесь все-таки является нотой такой образующей. Уда много, что касается специй, я вот так и не смогла разобрать здесь что-то конкретное. На самом начале у меня была ассоциация каких-то вот жженых семечек, сейчас уже этой ассоциации нету, просто как будто бы вы зашли на какой-то специевый рынок, и вот это вот многообразие разных специй вам резко впивается в нос. Поэтому что-то одно здесь как-то вот выделить у меня, честно, не получается. Аромат не сладкий абсолютно, но в нем довольно много горечи, и горечь здесь именно кожаная, да, то есть вот прям натуральная, яркая, ядреная кожа, а пожалуйста, вот будьте с этим тоже внимательны, если вдруг аромат вас заинтересует. Сезон осенне-зимний, полунисексовый, потому что я встречала женщин, которые в восторге от таких ароматов. Как по мне, конечно, все-таки больше мужской, да, ну просто вот потому, что аромат очень грубый, да, вот прям сильный, очень смелый на женщине. Мне его представить сложно, но я знаю, что дамы тоже у нас некоторые любят подобные ароматы, поэтому все-таки отнесу его к категории унисекс. А так получился, в общем-то, классический кожано-восточный аромат. Мы с вами нечто подобное, как я уже говорила, пробовали и пробовали не раз, поэтому если вдруг вы знаете, что вам такие парфюмы нравятся, хотите расширить коллекцию, попробовать там что-то новенькое, в общем-то, в таком случае, конечно, это ваш вариант, но в любом другом запах вам, конечно же, не подойдет, потому что такие ароматы, они прям всегда на любителя. Очень хочется найти что-то вот такое трогательное, нежное, уютное, домашнее, осеннее. Я буду продолжать поиски вместе с вами, потому что рассчитываю к концу сентября сделать прям большую подборку ароматов на холода. Мы с вами увидимся в следующем обзоре. Вам желаю прекрасного настроения. Всем пока!